добрый день друзья и подписчики канала канала грозим ледели с вами друзья смотрю интернет кругом и новости 24 и все на кубани говорят вообще эвакуация жителя идет экстренное предупреждение ну прям там ураганы деревья ломает все тонет машины уносит друзья хочу показать какая погода у нас да идет меленький дождичек такой меленький я даже без зонтика вы видите значит размеренный как видите на заднем фоне деревья нигде не поломаны листья не оборваны нигде ничего ну где-то может идет друзья но у нас вот именно тимошевский район ну прям вообще красота погодка такая сейчас я вас переключу на другую камеру и покажу какая у нас скажем так погода идет вот такие вот небольшие ручейки идут значит водичка так вот размеренно ночью ничего не было гляньте вот деревья все все с листьями ветерочек такой ну небольшой может три метра в секунду вот колышет траву так не сильно и больше ничего никого нигде ничего наверное нас эпицентр обошел стороной дай бог и это хорошо ну вот орех у меня нигде и провода вот рядом нигде ничего просто наверное паре по районам очень сильно отличается кому досталось кому не досталось но нас пронесло единственное только конечно огорчает осадков мало промочила землю всего на 10 сантиметров я в тапочках на огород сегодня свободно вышел где она вот вывозил предыдущем видео это все показано было но для сравнения вам сейчас покажу я в тапочках все и мы идем пройдем здесь заезд на огород луж нету как таковых вот тапочках свободно я иду нигде не проваливаюсь нигде ничего суданочка он моя трава стоит она не повалена обычно она очень слабенькая если ветерочек ее ломает и и коребет ну вот водичка чуть-чуть в колее стоит ну как таково дождя не было у нас в общем как-то так друзья на ветерочек сейчас бывает задувает вон она суданочка стоит далеко я выйти не буду вам видно он ее колышет и все вот такая погодка у нас друзья вот такая у нас погодка до завтра буду а вообще может даже сегодня вечером планирую стрим сделать друзья что-то на рынке зерна происходит какое-то что-то непонятное американцы минсельхоз американский дает точный прогноз по россии какой урожай соберут и какого качества зерна у нас что-то минсельхоз российский отнекивается кричит мы намного больше соберем мы говорит намного больше соберем ну хотелось бы конечно узнать чей прогноз будет точный что-то мне подсказывает судя по обстановочке по мониторингу информации как всегда американцы точнее дают прогноз сегодня на стриме друзья или завтра я не знаю наверное может даже сегодня скорее всего с большей вероятностью я выкину объявление и мы обсудим обсудим ситуацию на зерновом рынке интересная картина складывается минсельхоз кричал наш пошлины ввели для того чтобы субсидировать аграриев вот уже полгода пошлины действуют деньги собрали уже отчитались 19 миллиардов рублей собрали но что-то ни одному аграрию по сей день и рубля не далее ну как говорят у нас обещать это не значит выполнять и скорее всего так она и будет потому что попалась мне статейка минсельхоз очень обиделся на винфульда на который по воду предсказывает он начал уже прогнозы свои по урожаю давать и скажем так совсем не тешу минсельхоз нам говорит уже их обвинили как бы распространение ложной информации но что-то мне подсказывает что винфульд более точный прогноз дал ну а самый точный это американский минсельхоз выпустил сколько россия соберет черт чем вообще в мире творится они молодцы как бы более точной информации дают горят вещи своими именами ну и наш минсельхоз как всегда заявил не выбрасывайте эти фейки и как бы смысл тому сводится вы мешаете зарабатывать деньги нам то есть не россии она нам вот я и говорю пошлины может я конечно надеюсь может хоть один фермер обзовется может кому-то какую-то субсидию дали из этих пошлин но что-то мне подсказывает никому ничего не дали почему такая уверенность друзья значите все мы сдаем реестры формы фермер 1 фермер 2 все мы все знают свой урожай показывает сколько чего дед сдали данные всех в аналитике есть если думали выдать пошлину и субсидию из этих пошлин они уже наверно начали выдавать ее ну так как кто все сдают количество зерна все это все учитывается все через проходит по бумагам и тишина и мертвые скосами стоят всем пока друзья вечером обсудим